Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Quest Chance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередная видеопокупочка лошади подписчику, так что познакомимся с персонажем, посмотрим, какие лошадки у него есть на конюшне, ну а также выберем ему новую прекрасную лошадь. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней. И поехали! Эвелина Эшстар, человек 23 уровня, вернее персонаж, у которого на самом деле очень много бельгийцев. Я уже заходила, посмотрела этот аккаунт и заранее накидала породой, которую бы хотелось бы посмотреть. Ну что ж, давайте все-таки познакомимся непосредственно с его историей, потому что она у него очень переживательная, очень интересная. С детства Эвелина росла возле лошадей. Ее родители разводили этих животных, но, к сожалению, продавали на мясо. Она всегда была против их работы, пыталась отговорить, но было безуспешно. Когда ей исполнилось 18, Эвелина увидела, как ее родителям привезли больного породистого жеребца. Тогда решила дать ему шанс на жизнь. Взяв заработанные деньги, она сбежала из дома вместе с этим конем. Она бы сбежала намного раньше, но возраст ей не позволял. Эвелина смогла его вылечить спустя долгие месяцы труда и работы, но оно того стоило. Она нашла подходящую конюшню, где по сей день работает с ним. Ах да, назвала она его Медовый сон, кратко Медя, и планирует спасти еще десяток таких же лошадей. Вот такая вот коротенькая, но не менее трогательная история про персонажа Эвелина. Очень классная, мне понравилась. И вот всегда в таких вот именно историях, в таких судьбах переживать на то, что человек мог бы уже, скажем так, осуществить и начать жить новой жизнью, самостоятельной или даже просто так, как ему хочется, как ему велит сердце, еще бы намного-намного раньше. Просто потому, что он уже, ну, давно не ребенок и внутренне уже давно вырос. Но, к сожалению, по законам возраст нам этого не позволяет. Но чаще всего, мне кажется, это даже к лучшему. Есть время о чем-либо подумать. Так, значит, Медовый сон. Кто же это такой? Мне прям очень интересно посмотреть. Так, есть Медовый чай. Так, а Медовый сон у нас кто? Может быть, это имеется в виду... Началочка? Воздушная карамелька. Кто у нас Медовый сон? А ну-ка, осознавайтесь. Кто из вас эта прекрасная лошадь? Этот прекрасный жеребец. Вечерняя гроза. Так, ну, давайте тогда заодно посмотрим конюшню. И как раз, может быть, мы его и найдем. У нее есть много лошадей ранних третьих поколений. Также несколько лошадей второго поколения. Магиков тоже очень-очень много. Это не может не радовать. Масти достаточно тоже умеренные. Но если посмотреть и всмотреться, у нее очень много либо вот таких вот шоколадных, либо серых, или вот даже как, знаете, вот такие вот серо-бежевые. Мне кажется, иногда преобладают. Но так вроде бы действительно какое-то сочетание серо-светло-серых и шоколадных здесь у нас присутствует. Так, кто же все-таки тот самый Медя? Медя. А, Медя! Я все, я слепая, я увидела, я на нем сижу. Это бельгиец. Это рыжий бельгиец именно из игры, не из приложения, на котором мы сейчас сидим. Так, что еще на конюшне? Тоже магики, поняшки, ахалтикинцы, фризы, ха-хафы. Так, пучерашка зимняя, шаер старый, шаер новый и началочка. Да, всего у нее, ну считайте, 4, а вместе с этими, наверное, 5, ровно 5 страниц конюшни. Ну что ж, это достаточно много и меня радует разнообразие. Действительно большое и очень хорошее. Очень много мастей одной породы. То есть у нас, к примеру, 3 пасафина, 4 перширона, бельгийцев сколько? Тут, по-моему, 5-6, мне кажется, если поискать. Есть фризы, фрифриза, мандалузы там тоже несколько. В общем, действительно есть из чего выбирать. Так, ну и давайте теперь вчитаемся уже в требования на покупку лошади. Именно на английском языке. Ай, придется перезаходить. Все поколения приветствуются. Лошадка должна быть либо спортивным, либо тяжиком. Запрещены к покупке финская, Кнап Струппер и Клейды сдали. Сет амуниции как хотите. Можете не покупать, можете найти в шкафу. Любая стрижка. Ну что ж, это очень интересно. Мы сейчас подумаем, точнее уже поедем смотреть. Так, а вот и тот самый медовый сон. Ну, очаровательный. Хорошо выглядишь, кстати. Неплохо тебя выходила, Велина. Мне очень нравится, кстати, какой сет она на него подобрала. То есть вроде бы ковбой, вроде бы не ковбой. И вот эти перышки торчащие. И солушка под свет. Очень-очень классно. Ну что ж, ну а мы уже отправляемся смотреть ли лошадей. Так как я уже знаю, из каких пород буду выбирать. А начнем мы с малопосещаемого места. Под названием ферма Голдспург. Так как именно здесь и только здесь мы можем найти в нашей конюшне арабских чистокровных лошадей третьего поколения, а также пинтабианов. Что, собственно, я и хотела бы посмотреть. Изначально я подумала об одной масти пинтабиана, потом еще об одной масти араба и еще одном пинтабиане. Но сейчас я всмотрелась и поняла, что вот этот красавчик у нее уже есть. Поэтому, к сожалению, араб из списка выпадает. Прям нет. Гречка, конечно. Но нет, к гречке у меня отдельный разговор. Не здесь. А вот пинтабиан. Я безумно хотела бы ей купить пинтабиана из приложения. Я не знаю, есть он у нее или нет. По-моему, нет. И вот мне кажется, он ей очень-очень сильно подойдет. Но из тех, что есть в игрушке, мне кажется, вот эта вот лапушка прям должна просто ей подходить. Посмотрим, какие вообще у нее масти пинтабианов есть. Нет? А-а-а! Неужели ни одного нового пинтабиана? Так, удивительно. А удивительно. А очень удивительно. Так, сейчас посмотрим. Хозяйка Велина, я прям передаю тебе сообщение, что мне кажется, тебе очень подойдет пинтабиан из приложения. Советую к покупке. Так, ну что. Ну вот этот красавчик действительно тоже очень сильно подходит. Мне безумно нравится их сочетание. Здесь как раз-таки смешано все. И бегость, и яркость масти самой по себе. Розовый носик обязательно. И вот то, что он такой серо-дымчатый, пыльный какой-то, я не знаю, как будто бы из коричневого оттенка. В общем, мне нравится. Еще у него есть яблочки. Не слишком сильные, но и есть. Арабы, классные лошади. Уже, правда, мало кто о них помнит в таком объеме, в каком во время их обновления. С очень красивыми аллюрами, грациозностью. Просто, ну, прекрасные лошади. Их брали везде. И на выездку, и на конкурс. Поэтому, мне кажется, Араба это та лошадь, которая должна быть в конюшне абсолютно у каждого. С очень... Ну, действительно, у этой породы абсолютно все красивые аллюры. Каждый аллюр прекрасен. Спецанимация. Карьер, голоб, легкий голоб. Рейс, шаг. Так, ну, кстати, прическу бы я ему менять не стала. Мне очень нравится натуральная прическа арабов. Ну, да. И ничего делать-то и не надо. В общем, да, вот. Это первый наш красавчик на рассмотрение. Да. Не зацикливаемся на нем. Хотя мне он очень-очень нравится. Но мы отправляемся дальше, в следующую точку продажи лошадей. Конюшня золотого листа. Это прибежище для трех самых интересных пород. Точнее, уже двух. Да, я забыла, что Мармари здесь больше нет. Но мы приехали сюда не за ним. Мы приехали смотреть стареньких, относительно уже старичочков первой волны, наверное, третьего поколения. Это Тракененская. Надеюсь, ударение поставила правильно. Очень классные лошадки. Когда-то я их считала просто самыми лучшими лошадьми для спорта. И они мне до сих пор нравятся. Если бы не их анимация, то я бы просто их обожала до сих пор. У меня на основном аккаунте очень много мастей. Но анимация, к сожалению, да, там очень сильно страдает. Потому что с чего-то разработчики решили, или это поломка. Наверное, это поломка. Потому что когда-то у них все было хорошо. Я даже смотрела старые видео. У них были прекрасные аллюры. Потом что-то случилось. Мне кажется, у них просто анимация, как бы, как вирус прицепилась к другой лошади. Ну, вот тут, кстати, я не знаю, какая бы ее масть подошла. Изначально я думала об вот этом. Об вот этой лошадке. Вот этой масти. Свою родную или шишки. Но нет, с шишками они какие-то такие смешные и становятся. Я не знаю. Нет, пожалуй, все-таки со своей родной стрижкой. Так, и еще одного на рассмотрение. Давайте вот здесь рядом поставим. А давайте вот этого. Пегового. Так, и посмотрим. Да, сегодня как-то больше мы смотрим серо-вороных и пегих, но не важно. Ну, кстати, интересно. Интересно, но что-то... Нет, видимо, вот сейчас мне очень хочется купить именно ей новое третьего поколения. Но поновее, чем тракены. Ну, а, кстати, вот просто на будущее. Какая бы масть ей больше подошла. Мне кажется, и серый подходит. Он такой, ну, более очаровательный. Как будто такой тут прям такая... То ли кобылка, то ли молодой жребчик. Такой-такой волнительный весь. Неуверенный. И такой, знаете, как хозяйки, как к мамке серы. Вот, ну, а вот эта вот пегая масть, это уже что-то более интересное, мне кажется, спортивное, которое стоит наравне с вот этим пегим бельгийцем и также пегим французским селем, рыжебелом, которого добавили. Мне кажется, вот что-то из этого. Ну, действительно, жалко только, что алюры. У них вроде бы не изменился шаг только. Хотя нет, мне кажется, у них действительно все изменилось. Рысь у них переделывали много раз. Но, кстати, сейчас это чуть ли не самая лучшая вариация рыси, которая была за все эти годы. Легкий голоб тоже ничего. А вот голоб и карьер, ну, карьер явно поняшей. Поняшей. Это-то и самое ужасное, что у них карьера-то от поняха перешло. Непонятно. Почему, непонятно как. Хотя я посмотрела, посмотрите старые видосы тракинянских лошадей. Там такой красивый голоб. Я же помню, что раньше я брала его и на кроссы, и на подобие скачек в те стародавние времена. Ну, знаете, вот сейчас даже можно брать его на выездку. Жалко, на него нельзя надевать новую амуницию. Ну, просто красивый алюры. Так, ну, я поняла, что нет. Нет, покупать мы не будем сегодня эту породу. Хотя, если честно, я вначале давала очень большие надежды. Так что отправляемся к следующей лошадке. Томатами не бросаться, тапками не гидаться. И да, я приехала смотреть французского селя. Да. Я, возможно, понимаю некое удивление некоторых людей, потому что мне вроде бы как самой алюры-то вообще не зашли данной породы, как и многим. Но при этом внешка-то, ребята, внешность этой породы вызывает у меня такие же волшебные, прекрасные ощущения, как и у остальных. Вот только жалко, что алюры немножечко кривовато, скажем так. И вот здесь вариантов вообще нету, кроме вот этой гречки. Помните, я когда была у арабов и сказала, что у меня на гречку свои планы? Так вот, это и есть мой план. Французский сель третьего поколения серый в гречку. Мне кажется, идеально подойдет этому персонажу. Вот такой шаг. Прыгучая рысь. Но, кстати, вот рысь мне кого-то тоже напоминает. Вот эта вот пружинка. А не юрвикский липони. Нет, ну тут это выглядит намного лучше, чем карьеру тракиненской. Так, легкий голоп. Голоп. И карьер. И особое движение. И особый прием. Да. Свеча, которую один в один, как дыбы андалуза, проверили. Было проверено. Так что, я не знаю. Вот очень с одной стороны хотелось сначала тракена, потом араба. Ну араб тоже с ней очень хорошо смотрится. Но у нее еще нету ни одного французского селя. Я не знаю, как она относится к этой лошади. Но, учитывая то, что этой породы нету в списке запрещенных лошадей на покупку. Там только финская, КНАП и КЛЕЙДЕС ДАЛИ. А тяжика я почему-то на этот аккаунт брать не хочу. Хочу именно спорт лошадь. Мой взгляд, мое мнение остановилось на французском селе. И действительно, я просто хочу еще раз убедиться. У нее нету ни одного, ни одного французского селя. Да, да, дружочек мой, активничкий, активнейший. Ничего, ни одной масти у нее нету. Поэтому, ой, хотя очень хотела вначале арабы, потому что мне как-то неохота покупать последнюю вышедшую лошадь. Не знаю почему. Но вот эта гречка, она просто в моем сердце. Она засела в нем. Она, знаете, вот как вот когда аж за душу берет. Ну, посмотрите, как они смотрятся. Я вначале думала, может быть, серого. Но нет, вот что-то не то. Для серого что-то не то. Для остальных мастей тоже как-то, мне кажется, не подходит. Нету какой-то связи с теми мастями. А вот с этой мастей... Ой, ну мой, ну, мне кажется, да. Да. Да, ребят, все. Без вопросов. Никаких подумать, ничего не это. Я просто подъехала к этой лошади и поняла, что мы покупаем именно ее. Поэтому сейчас я перезахожу на англоязычную версию и мы покупаем ее. Ну что ж, вот мы уже и здесь. И я не знаю, наверное, я хочу, чтобы это была... Кобыла? Или жеребец? Изначально я хотела кобылу. Нет, пускай это будет кобыла. Мне кажется, я видела там достаточно много у нее жеребцов на конешне. Почему бы не как бы привезти ей девочку? Так, так что давайте это будет взрослая кобылка. Так, 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 так. Имя на английском языке. Фу, что ж, ну это прям очень интересно. Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь... Что-нибудь такое воздушное, волшебное, но при этом легкое и невесомое. Да, поставила задачку. Но ничего, сейчас мы ее решим. Я вынуждена повозмущаться. Я очень вынуждена повозмущаться, так как я очень хочу назвать ее Арфа. Но у нас нету такого имени, видите ли. У нас нету Арфы. И как я должна жить после этого? Ну вот нету Арфы. А так хочется. А так хочется. Есть аура. Но нету Арфы. В чем сложность добавить имя Харп? Это Арфа по-английски. В чем этой Арфы нет нигде. Прям я возмущаюсь. От душечной сильно негодую и возмущаюсь. У меня было много вариаций. И так, и сяк, и чуть ли не наперекосяк. Но я решила, что эта кобылка будет называться... Именоваться, вернее. Фэнтези Мун. Фэнтези Мун. Но по факту она должна была быть какой-нибудь Арфой. Прям Арфой. Ну прям вот повесьте, пожалуйста, ей на дыне к табличку, что она Арфа на самом деле. Очень жалко, что нет такого прекрасного короткого имени. Но просто слово Арфа. Когда-нибудь его добавят, наверное. И вот тогда я буду прям очень сильно возмущаться, что почему его не было раньше. Так что, да. Французский Сель. Третьего поколения. Молодая. Взрослая, вернее. Кобылка. Фэнтези Мун. Мне кажется, ей очень-очень подходит. Она у меня еще как будто светится с подсветками. Она такая еще очаровашка. Французский Сель вообще внешне вышли очень-очень милые. Так, 900 СК. Фух. Волнуюсь, волнуюсь. Потому что сама на самом деле хочу эту же масть на один аккаунт. И покупаем Фэнтези Мун. Да, все. Ага, ага. Кобыла. Ну. Вау. Здравствуй. Ку-ку. Какие вы хорошие. Я не могу так отправить на конюшнику. Боже, я сейчас расплачусь. Мне прям... У меня просто, знаете, еще в голове музыка как будто бы из там Барби и Фэри. Там Джрим Топи или что-то такое. Или принцесса. Нищенка такая прям с арфы как раз таки на фоне. Так что поздравляем Эвелину Эшстар с приобретением. С приобретением новой лошадки. И отправляемся на конюшню. Так, где? Где, 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 где? Вот она, вот, куда? А, вот у нас есть бледная луна, а это будет фэнтези-мунд. Вот, очень легко, надеюсь, хозяйка сможет ее найти. Так, бежим, 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 бежим. Здравствуй. Боже, какая ты красивая. Ну, проверяем, как... Ребята, да-да-да-да-да, прям вау, вау, если там, допустим, вы удивляетесь, как я подбираю людей, людей, все, лошадей, персонажем, то как я сильно этому удивляюсь. Так, ну, теперь давайте поковыряемся в шкафу и найдем сет для этой парочки. Так, ну что ж, не удивляемся, у меня сегодня сплошняком магия какая-то фэнтезийная в голове и очень специфические вкусы, но вот, сочетание старого и нового, мне прям очень нравится, прям, прям магия витает. Я не хотела находить какую-то белую, чисто белую амницию, но когда я нашла вот эту футболку, я вспомнила, что у нас действительно есть супер вот этот DIY радужный сет. И какое счастье, что здесь есть вальдтрапы, нагавки вроде бы от этого сета. Ну, а потом нашла еще вот это старенькое седло, уздечку и прям очень-очень оказалась рада такому, самой, такой удаче найти эти вещи в шкафу. Ну что ж, пора выйти же на свет и посмотреть на эту парочку уже в работе. Как всегда, право, первые чистки, первого ухода оставляем за хозяйкой. Ну вы просто посмотрите, какая красота, какая прям, ой, как они классно смотрятся. Может быть, она подберет им еще комплект более лучший, чем я подобрала я, разумеется. Это так на скорую руку, чисто такой неожиданный сюрприз. Ничего не покупала, ничего не тратила, кроме суммы СК за покупку лошади. Ой, ну мне нравится. Мне очень нравится, как они смотрятся. Я теперь еще больше хочу себе на доп. аккаунт вот эту же масть французского селя в гречку. Ну, мне кажется, они смотрятся волшебно. Никак иначе. Элина и Фэнтези Мун просто... Я не знаю, кстати, задумывалась ли она о покупке этой породы, этой масти. Потому что чаще всего я еще и угадываю с как бы с грядущими покупками хозяев аккаунтов. Ну, надеюсь, она просто ей понравится. Карьер я сейчас смотреть не могу. Только голуб. Ну, классно. Прыжочек. Ну, просто фейритейл какой-то. Ей действительно не хватает, знаете, крылышек, как у строкозы, такие как у феи. И просто прям... В общем, я очень-очень рада, что смогла купить эту породу, эту масть данному персонажу. Спасибо хозяйке за такую возможность. Отзыв на покупку данной лошади вы сможете увидеть в виде закрепленного комментария под этим видео. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео.